Так, Лид, давай доедай и начинаем эфир. Да, хорошо, сейчас 5 минут буквально. А ты руки мыла? Конечно мыла, а что? Ну просто коронавирус, я боюсь. Опять этот коронавирус. Давай хотя бы здесь без него, хорошо? Хорошо. Да и вообще ты сама к эфиру не готова. Мальчики пишут. Вообще-то это мне счетчик калорий пишет. Напоминает, что нужно воду выпить. Ты знаешь норму? Да, конечно. 2 литра воды вроде. Ну полтора-два литра в день. Еще бы ты это не знала, ведь это основы правил здорового питания, о чем мы сегодня и поговорим. Всем привет, это программа «Отдыхай». Вы нас смотрите на национальном телевидении «Чуваши» или же в группе ВКонтакте городского детского медиа-центра «Куча Мала». Меня зовут Ксения Михайлова. А я Лида Осипова. И пишите нам в чат в этой группе о своем отношении к правильному питанию и о диетах, о калориях. Да, мне очень интересно, на каких диетах вы сидели, какие вам помогли, какие вы больше не будете на себе пробовать. Расскажите про ваши лайфхаки, как вы поддерживаете свое тело в тонусе, может быть у вас есть какие-то секретики. Пишите все, мы постараемся все прочесть. Да, кстати, еще пишите, считаете ли вы калории. Вот я эти белки, жирки и углеводы, ну вообще не считаю и считать, думаю, не надо никому. Но Ксюша этим прям активно занимается. Ну знаешь, это вообще-то очень полезно. Кстати, у нас эфир про полезное питание, здоровое, а ты что тут ешь? Не надо. Знаешь, считать калории очень интересным и полезно тем, кто хочет, например, потерять вес, ну то есть похудеть, либо остаться при своем весе, либо же набрать его. У кого-то и такие проблемы бывают. А как это рассчитывать? Вот вы, ты, мои зрители, наши, вы можете зайти в интернет, найти специальные формулы, рассчитать все под себя, там нужно убивать ваш рост, вес и все-все-все, вам все там объяснят на сайте. И потом вы, например, узнаете свою норму калорий на один день. Вот у меня 1200-1500. И что это значит? Это значит, что у меня примерно там завтрак, не знаю, яйца, какие-нибудь фрукты, каша, кофе. Либо каша, да, с кофе. Потом обед, обычный ппшный, пп-обед. Пп-это правильное питание, для тех, кто не знает, я буду расшифровывать все непонятные слова. Это сокращение, правильное питание. Это, например, гречка, курочка какая-нибудь отварная, либо какие-нибудь котлетки на пару, овощи. И ужин у меня легкий суп, какая-нибудь, долька апельсина, возможно, но между этим приемом пищи у меня есть такой перекус, как протеиновые печеньки. Я их очень-очень люблю, это очень вкусно и не вредно. Ну, хорошо. Допустим, почему я не могу включить в этот рацион 1500 калорий картошечку вместо того же самого яйца, апельсина, гречки? Руки свои убери. Вообще-то ты можешь, но это будет очень, ну, потом тебе это скажется очень нехорошо, потому что у тебя, во-первых, желудок будет страдать, потому что постфуд, это все знают, что плохо. Плохо. К тому же ты можешь съесть вот 200 калорий гречки, предположим, и 200 калорий картошки. Что? Ты вот ешь гречку, наедаешься, тебе этого хватает на очень долго, то есть ты можешь еще весь день ходить очень сыто, и все будет нормально, потому что это тяжелые бульводы, вот. А это очень легкие, которые очень быстро улетучиваются. Ну, как тебе объяснить? То есть ты... Не наемся? Ну, ты, может быть, наешься, но тебе через минут 20 уже захочется снова есть, и ты снова пойдешь за этой картошкой. Она жарится в масле, там очень много соли, вот прям чувствую, как отсюда этим пахнет. Солью? Да. Бывает. Прям морем. Вот. И к тому же это очень-очень неправильно, потому что соль, если очень много соли есть, она задерживает воду в организме, и ты можешь утром проснуться опухшей, вот тебе это надо? Не надо, но ты прям как Елена Малышева. Ой, спасибо за комплимент. Ну, хорошо, что еще есть в твоем суперском приложении, что там вообще можно делать, кроме расчета калорий? Ну, там есть мой любимый раздел, там много чего есть, но мой любимый раздел, это раздел челленджей, ну, таких вызовов, то есть ты сам себе кидаешь вызов. Смогу ли я 21 день прожить без чего-то? Там есть 21 день без фастфуда, без пиццы, без газировки. Угадай, что я выбрала? Самое сложное. Что? 21 день без шоколада. Я, та, которая ела по несколько плиток в день шоколадок, выбрала... Ты решила сразу... Да, я решила сразу попробовать. И знаешь, что сегодня 253 день, как я не ем шоколад вообще, и мне... Затянулся твой челлендж, что я хочу тебе сказать. Ну, я никогда не думала, что я смогу, а тут уже почти, ну, через 100 дней будет год, почти. Будешь праздновать? Да. Ну, а шоколад не буду. Какой-нибудь, вот, попью. Ну, знаешь, вот ты все рассказываешь, 21 день без шоколада, но мне кажется, что наши современные подростки с их образом жизни выберут все-таки картошечку быстрого приготовления, нежели какую-то там... Да ты подержи, только не ешь, вы за ней последите. Никому не расскажем. Что-то... В общем, у нас есть такой вот подарок для наших зрителей, этот же натуральный, на фруктозе, не тот, которого делают ваши бабушки, куда пускают... С килограммом сахара. Тонны сахара, да. И он получается очень вкусный, но, знаете, это намного вкуснее, не такой вредный, очень полезный. Вы можете его получить как? Просто поставить лайк и сделать репост нашего эфира ВКонтакте, потом в конце нашей программы мы подведем итоги и с помощью программы рандома выберем победителя. Это очень легко получить, я бы на вашем месте просто вот так вот скрестила все пальчики и ждала, чтобы его выбрать и поесть. Ну, вернемся к тому, что я говорила, подростки, мне кажется, выберут картошку, нежели джем. Вот знаешь, это ты сейчас пока так думаешь, но мы можем посмотреть нашу рубрику, где ученики моей школы и ее работники выбирали между бургером и яблоком. Между правильным и полезным? Да. Ну, давайте посмотрим эту рубрику. Сейчас мы находимся в 4-й гимназии, и мы решили узнать, что же выберут ученики и работники этой школы. У нас и сочный бургер, и сочное яблоко. Я выберу яблоко. Почему? Ну, потому что оно полезное для организма. А я выбрал чизбургер, потому что он гораздо вкуснее, чем это яблоко. Яблоко. Оно вообще-то вкуснее, если так подумать, и полезнее. А я чизбургер, потому что я вкусно не хочу. Я выберу бургер, потому что я очень люблю кушать фастфуд. Яблоко хоть и полезнее, но оно не настолько вкусное. Я бы выбрал чизбургер. А почему? Он вкуснее. В нем много всего полезного для меня, и я бы им насытился. От чизбургера у меня болит желудок. Всегда. И яблоко гораздо полезнее, верно? Конечно. Но я бы обязательно почистила кожуру. Почему? Потому что они, я вижу, что из магазина, и надо, парафини, обработанные они. Яблоко мне, во-первых, нравится, во-вторых, там витамины, а если как следует помыть, почистить кожуру, оно очень полезное. Бургер, он невкусное яблоко, причем сладкое. Ну вот да, сладкое яблоко и полезное. Бургер. Почему? Ну, это что, вкуснее? А яблоко полезнее. Ну, вкуснее нужно, чтобы жевать и было вкусно. Он же не натуральный. Ну и что? Зато приятно, когда его поглощаешь. Я бы выбрала половинку яблока и половину бургера. Вау, а почему? Потому что когда ты ешь половинку бургера, потом садишь половинку яблока, у тебя полезное, потом ты ешь полезное, и все получится полезно. Так как варианта пельменей нет, я, конечно же, выберу бургер. В бургере ничего полезного я не вижу, потому что на самом деле там чисто натуральных продуктов. Я считаю, что бургера не так много. Почему не бургер, ну, не знаю, не люблю. Ответ очевиден, я выберу яблоко. Почему? Ну, потому что это фрукт, фрукты полезные. Ну, уж явно не в такой бутерброд. Я с вами согласна. Многие участники нашего опроса выбрали бы яблоко, но никто не знает, что они выбрали бы за кадром. Лично я сказала, что выберу яблоко. Но на самом деле я съела бы бургер. Всем привет! Это программа «Отдыхайп». Мы все еще в прямом эфире. И тема нашей программы – правильное питание. Меня зовут Ксения Михайлова. Я Лида Осипова. Ну, и кого же позвать на тему правильное питание? Конечно, диетолога. Что мы и сделали. У нас в гостях Анастасия Григорьева. Просто классный. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Анастасия. Просто прекрасный диетолог нашего города. И мы решили, что нам лучше у профессионалов сразу узнать все вопросы, нежели самим гадать. Нежели самим гадать и что-то как-то читать в интернете. Анастасия, первый вопрос. В чем суть вашей профессии? Расскажите зрителям, чтобы понять. Работа диетолога – это индивидуальная работа с клиентом по определению типа питания. То есть потому что нет диеты, которая подходит абсолютно всем. Мы по анкетированию, по анализам определяем, какой стиль питания нужно выбрать для конкретного человека. Это коррекция образа жизни, то есть спорт, сон и восполнение каких-то дефицитов их в организме на основании тоже анализов либо какой-то клинической симптоматики. А как вы вообще относитесь к диетам? Вот сами сидели на них? Да, сидела, естественно. На какой, если не секрет? Если честно, не помню, сейчас уже на что-то. Но она помогла вам или нет? Вроде бы помогала. Но, наверное, недолго? Нет, недолго. А в чем вы себя ограничивали? Ну, естественно, как все любят девочки, что-то сладенькое, булочки, пирожки. Это было, наверное, студенческое большее время, когда... Всякие буфеты. Между парами. Буфеты, да, между парами. Ускорить процесс приема пищи. А можно ли вообще худеть подростком? Если есть необходимость, если родители говорят действительно, что у ребенка есть излишний вес, то есть, да, визуально большой животик, может быть, грудь какая-то мальчиков появляется, то действительно нужно в таких случаях вес снижать. Ну, это очень распространено, на самом деле, про проблемы в настоящее время, что подростки из-за гиподинамии, слишком... Гипо... это что? Низкая физическая активность, да, они набирают вес. И слишком много легкой еды, фастфуд, это все, что любят сейчас молодежь. А давайте развеем мифы о правильном питании. Вот мы знаем, что... говорят, что нельзя есть до... после шести, там нужно... там не есть вот это, есть вот это. Вот мы даже не знаем, что правда, а что нет. Может быть, вы нам расскажете. Действительно, миф после... не есть после шести, возможно... Это миф? Может быть, и миф, и может быть, и не миф, но точно не нужно задерживаться с приемом пищи. В ночное время есть еду, кушать не нужно. Не нужно есть слишком часто. Дробное питание тоже. Потому что каждый прием пищи у нас поднимает уровень инсулина, гормон такой есть. Да, и он снижается в течение трех часов. И если вы едите чаще, чем нужно, да, естественно, будет у вас откладываться жир, и процесс жирожигания будет снижаться. Ого, я думала, что чем чаще ты ешь, тем быстрее худеешь, там желудок меньше становится. Типа маленькие порции, но часто. Не нужно слишком часто стимулировать... То есть нужно слушать организм? Нужно соблюдать интервалы между приемами пищи не менее трех часов. А можно ли похудеть, не занимаясь спортом? Можно похудеть. В 70-80% успехов похудение зависит от вашего питания. Естественно, физическая нагрузка, да, дает вам дополнительный расход энергии. Но физкультура, она полезна для хорошего настроения и хорошего тонуса мышц. Красивая фигура, потянутая. А вот если ограничения... Я знаю, что из ограничений вытекает такая проблема, как переедание, а дальше это может дойти все до булюмии. Вот как остановиться вовремя, как, не знаю, перебороть в себе это все? Если у вас есть конкретные цели, если вы адекватные цели при собой ставите, но что-то идет не так, да, допустим, вы не можете остановиться, какие-то у вас срывы происходят в организме, значит, вы что-то не учли, да. Допустим, слишком маленькие, низкая калорийность, слишком маленькие приемы пищи, возможно, слишком мало воды вы выпиваете, возможно, слишком часто питаетесь. Да, и психологические тоже факторы, стресс, какое-то недосыпание, перенагрузка, перенапряжение, все это тоже будет влиять на срывы какие-то ваши. Вот я сижу и готовлюсь к экзаменам всю ночь, там, могу перекусить прямо ночью, в 3 часа ночи, и я поняла, что это, видимо, неправильно. Абсолютно неправильно. Во-первых, не нужно засиживаться, да, допоздна, нужно ложиться в свое время обязательно. У нас отход ко сну должен быть не позднее, чем до 23 часов. Я понимаю, что это не всегда возможно с вашей активностью нынешней, загруженности по школе, но, тем не менее, нужно стараться это сделать. К тому же еще есть нельзя ночь, так? Да. Потому что все перепутается? Перепутается, и нужно, чтобы наши органы отдыхали от приемов пищи, от еды в ночное время. А как вообще мне объяснить родителям, что вот я хочу правильно питаться, хочу есть только здоровую пищу, а у меня мама приходит вот домой, приносит вот так вот пакетами булочки разные. Шоколадки? Шоколадки я не ем. Это ладно. Всякие, вы знаете, соки, которые на сахаре, которые вообще, ну, зачем их есть пить? Ну, вот они стоят, и я могу вместе там с ними потрапезничать. Трапезу устраиваем такую вот булочками. Как мне им объяснить, что я хочу похудеть, но они не должны похудеть, просто правильно питаться? Попросите просто их попробовать челлендж, как вы говорите. Проведите с ними челлендж в течение 21 дня, и они сами поймут, что их настроение, их самочувствие гораздо улучшается, когда они убирают. Только своим личным примером вы можете их убедить в этом. Да. А вот, может быть, у вас есть какие-то, не знаю, фильмы любимые? Да, кстати, хороший фильм «Сахар». Покажите им. Сахар? Фильм «Сахар». Жир, хлеб. Запоминаем. Очень много таких вот фильмов. «Сахар» показываем всем своим родителям, родственникам, близким, друзьям. Все вместе смотрим «Сахар». Мы тоже с Лидой посмотрим после эфира. Итак, вообще, вы сами как-нибудь ограничиваете своих детей, может быть, или свою семью? Вот вы говорите, так, я диетолог, вы не можете есть фастфуд. Во-первых, мои дети дома едят то, что приготовила я. Дом готовлю абсолютно все самостоятельно, ничего не покупаю, готовлю. Полуфабрикаты разные? Полуфабрикаты я никакие не покупаю. И только цельная еда, из которой готовлю какие-то приемы пищи. А вот это дольше занимает времени? То есть, вот готовить обычно, там, муку вот так быстро-быстро, там, блинчики, не знаю, пожарить? Или вот какая у вас там миндальная мука, да, есть и так далее? Вот это вот дольше или так же? По времени или так же, да? Да, абсолютно так же. Просто ингредиенты другие были полезные. А этот дороже? Да, немножко дороже. А сами вредные продукты какие-то едите? Или вот от каких продуктов надо строго отказаться, никогда не есть, забыть о них? Какие иногда можно себе позволять? Абсолютно. Всем бы я посоветовала отказаться точно от сахара, от глютена, от глютеносодержащих продуктов. Это пшеница, рис, орёс. Белый хлеб, да? Белый хлеб, да, тоже. Ну вот у нас есть рубрика, в которой мы рассказываем ребятам, как заменить вредные продукты на их аналоги, но аналоги будут уже полезными. Давайте посмотрим эту рубрику и будем правильно питаться. В современном обществе здоровый образ жизни – это настоящий тренд. Но здоровый образ жизни – это не только спорт и поддержка фигуры, но и правильное питание. Чтобы вам было проще отказаться от ваших любимых вредных вкусняшек, мы приготовили полезную альтернативу. Конфетки, шоколадки, печеньки и тортики – это всё виновники, жиры на боках и прыщей на твоём лице. Альтернатива – фруктовые батончики на основе мыслей. В жаркую погоду нам всем хочется освежиться прохладительным напитком. Привычные пакетированные соки содержат уйму калорий и тонну сахара. Поэтому я предлагаю заменять их свежевыжатыми соками, либо молочными коктейлями на основе фруктов и ягод. Газировка. Сахар, ароматизаторы, красители, Е6, Е112, ЕЕ – чувствую себя каким-то рэпером. Тут не написано, но к этой баночке прилагается гастрит-подарок. То ли дело вода – ноль калорий, ноль проблем, ноль прыщей. Не забывайте, что ваша суточная норма – это полтора литра чистой воды. Сахар – это белая смерть. Если вы такой же сладкоежка, как и я, и не представляете свою жизнь без сладкого, то я предлагаю заменять его натуральным мёдом. Я добавляю мёд в кашу вместо привычного сахара, и так становится гораздо вкуснее и полезнее. Ведь мёд повышает иммунитет. Попробуйте. Чипсы, сухарики, крекеры – не менее любимые, но такие вредные продукты. Я предлагаю заменить их на полезные фруктовые чипсы. Они низкокалорийны и содержат много витаминов. Правильное питание – это основа всех основ здорового образа жизни. Это верный путь к идеальной фигуре и чистой коже. Следите за тем, что вы едите. Всем привет! Это всё ещё «Адэхайп». И мы снова в прямом эфире. И сейчас мы будем читать ваши сообщения, ваши комплименты нам, которые вы писали в течение всего эфира. Сейчас мы их зачитаем из чата. Так. Смотри, нам пишут, что мы очень хорошо выглядим. Спасибо. Дальше. Ксюша Серова пишет. Очень круто, что вы приглашаете профессионал своего дела. Можно узнать много интересной и научно доказанной информации. Да, Ксюша, мы очень рады тоже, что к нам пришёл такой профессионал. Профессионал своего дела. И да, мы считаем, что это очень круто. Что там дальше? Читай. Влияет ли правильное питание на иммунитет? Ну, думаю, конечно, влияет, что... Ну, потому что если ты правильно питаешься здоровой пищей, то, конечно, у тебя... Здоровая кожа у тебя будет, здоровое тело, и вообще всё будет хорошо. Да, кстати, кожа. У тебя будет очень, ну, как бы, хорошая иммунитет. Мы об этом всю программу говорим. Вы чего? Это связано. Так, что если все вокруг говорят, что у меня абсолютно нормальная фигура, а я... А я-то хочу быть стройнее и худее. Ну, мне кажется, это твоя самокритика уже. Ну, если ты себя чувствуешь некомфортно в своём теле, и... Ну, лучше обратиться к диетологу. Это всё очень индивидуально. Ну, давай, мне кажется, все зрители уже заждались и хотят узнать, кому же... Заждались. Заждались, заждались, заждались. И хотят узнать. Говорю, что картошку поела, смотрите, что говорит. Так, ну ладно. Не питайтесь фастфудом. Вы готовы, чтобы мы сейчас разыграли наш джем? Так, давай, развернём, чтобы все понимали, знали, что у нас всё поправилось. У нас всё честно. Если честно. Так, надеюсь, видно. Определяем. А-а-а-а. Определись. Ждём. И это... Так, Дмитрий Иванов выиграл приз джем. Ура, поздравляем вас. Питайтесь правильно. Да, вот. Вы начали свой путь правильно. С нашего правильного питания. Ну так, и к нашей неизменной традиции. Зовём нашего Гройстя. Анастасия, проходите сюда. Вот вам рупор, символ нашей программы. Скажите, пожалуйста, что-нибудь. Раз, два, три. Давайте вон туда пройдём, чтобы камера у вас не была. Да, давайте сюда, ко мне. Вещайте. Берегите своё здоровье осознанным питанием. Поддерживаю золотые слова. Могу только лишь добавить, что в здоровом теле здоровый дух. И прислушайтесь. Правильно, прислушайтесь к этим словам, к золотым словам. Вы нас можете увидеть через неделю, нашу программу, также в понедельник в 16 часов. Мы с вами прощаемся. Встретитесь через неделю. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok